Кинорежиссёр, автор четырёх документальных фильмов о развитии человека, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, кандидат философских наук, доцент Московского института психоанализа, член Президиума Европейской трансперсональной ассоциации, Владимир Майков. Спасибо за организаторам, за возможность присутствовать в этой великолепной матрёшке знаний, идей, праздника, танца и столь великолепно созданной предыдущими спикерами атмосфере, насыщенной смыслами героизма, смыслами познания и движения к прозрениям из великого здоровья и удивительного эволюционного бизнеса. Я многое слышу впервые, поражён, насколько созвучны эти смыслы, которые в этом зале тому, что движет мною, чем занимаюсь я всю свою жизнь. Вроде бы начало с такой конкретной узкой сферы. Наука, физтех, философия, философская диссертация, трансперсональное подполье, знакомство с книгами Грофа, Кастанеда в начале 90-х годов. И затем знакомство с мэтрами, учителями, просветлёнными. Встреча с Далай-Ламой, первые буддистские практики с великими мастерами духовности. Издательское дело опубликовал первые пять книг Кена Вилбера в нашей стране, всего Грофа, всего Минделла и много других прекрасных дел. Наконец, фильмы, которые я снял, некоторые из них в Ютьюбе. Например, «Танец бесконечности», мои разговоры с великими мастерами о том, что такое быть мастером, что такое духовность. И, в конце концов, что такое просветление. И почему так мало просветлённых в наше время? Вот об этом я хотел и поговорить. Ну, какие восемь основных причин, которые не дают нам, в конце концов, достичь высшей духовной реализации. И, вы знаете, оглядываясь назад на свой путь, ну, как сказал бы Оша, духовно неправильного мистика или, как говорят мои коллеги-философы в Институте философии, где я работал свыше 30 лет, сборщик, я говорю иногда, менталолома. И это не даёт многим нам, философам, мыслителям, достичь прозрения, сознания Сократа, сознания Мираба Мордашвили, великого философа. И вот, оглядываясь назад, я думаю, почему, почему, несмотря на все духовные практики, которые я получил от великих мастеров, почему, несмотря на другие пути, я всё-таки обычный человек, ну, своего рода инвалид умственного труда, человек, который, в общем-то, несмотря на все эти усилия, так многого и не достиг, и расширяет вопрос, почему всё-таки мы не достигаем высших возможностей, что мешает нам стать настоящими мастерами в нашей жизни, почему мы всё-таки страдаем, почему мы ограничены, почему мы несчастливы, и, конечно же, почему мы ещё не просветлены. Но в каком-то смысле я говорю о просветлении, но я говорю о любом высшем развитии, потому что духовное развитие – это прежде всего, как, конечно же, традиционная, проверенная культура и достижение духовного абсолюта, то есть высшего состояния, высшего совершенства. И так сложилось исторически, что первые, ну, примерно 50 тысяч лет нашей истории уже как человека разумного, как сапиенца, начиная с шаманских времён 50 тысяч лет, мы шли по этому сценарию человеческой эволюции. И только последние две тысячи лет, когда мы идём уже по пути мировых религий, по пути хома-деос, когда мы обнаружили через Будду, Христа, Мохаммеда, через Гуру Нанако, традиции кундалини-йоги, через других великих мастеров, обнаружили, что Бог – это мы, Тат-Вам-Аси, Атман, Есмь, Брахман, мы тоже можем, и нам показали карты пути к этому, нам дали в виде мировых религий навигационные инструменты и навигаторы, как это реализовать. Вот этот путь, путь мировых религий, стал для нас ключевым путём, но, как и Всевеликое, у этого пути есть тень. Забвение мира и крайность великих духовных путей – это отрицание ценности жизни, это направленность того, что вечная жизнь спасения возможна только после того, как мы покинем эту бренную, несовершенную земную оболочку и, наконец-то, окажемся в Царстве Духа, в Царстве Вечности, в этой изначальной свободе, в раю. И вот это вот забвение, свойственное христианству, крестьянству, это пренебрежение нашей жизнью, оно, в конце концов, в человечестве, конечно же, стало преодолеваться, но только тогда, когда появился новый объективный инструмент развития, который называется наукой, благодаря гению Декарта, Ньютона и сотен великих первоначальных ученых, которых, конечно же, многих из них ждала участь сожжения на кострах, потому что нелегко все-таки выдержать конференцию с другим путем движения к абсолюту, который был уже освоен и завоеван мафией мировых религий. Но мы выдержали эту схватку, мы отточили объективные инструменты познания мира, мы поняли, что законы природы, объективное познание, законы науки – это взгляд на мир с точки зрения Бога, который может быть доступен каждому человеку. И мы пошли по пути преображения объективного мира, построения инструментов эволюции. Так начался современный бизнес, как построение Царствия Божьего на земле, на этом мире. И бизнес в своем изначальной основе – это, конечно, величайший инструмент преображения этого мира в Царствие Божьего. И я думаю, что вот эта вот отчасти утраченная, сокровенная миссия бизнеса возрождается здесь, в этом велспейсе, возрождается через наших прекрасных спикеров из-за этого движения сознательного бизнеса и сознательной эволюции. И вот если вернуться к теме причин, почему мы не достигли просветления, но вы помните, я говорю «просветление», имея в виду высшее развитие в любой области – просветление в бизнесе, просветление в искусстве, просветление в родительствовании, просветление в любых отношениях, просветление в спорте, просветление на любых героических путях жизни, то для того, чтобы понять структуру этого вопроса, полезно вспомнить то, как понималось высшее развитие в условном Востоке, как просветление, как пробуждение, как достижение абсолютной реализации, и на Западе, как движение вот по этой лестнице Иакова, иерархическое движение от низшего к высшему по ступеням, и вот эти две модели блестяще объединил Кен Вилберр. Я публиковал его книжки, лично знаю, брал у него интервью, был у него в Денвере, у него дома. И вот в своих книгах и в сущностном плане, в «Беседе», в которой я записал у него большое интервью, Кен Вилберр показал, как эти пути объединены в жизни каждого из нас. И схема известна – это решетка Вилбера-Компса. Да, недвойственное развитие духовное, все больше и больше и больше духовности карты во всех мировых духовных традициях, и ступенчатое развитие по всем линиям внутренней разумности, по всем квадрантам, то есть всем измерениям жизни. И вот эта карта интегрального развития тоже очень важна, и я считаю Кен Вилберр одним из своих великих наставников, точно так же, как Станислава Грофа, Мираб Мрадашвили, и ряда великих артистов, музыкантов, художников, великих духовных учителей. Со многими из них я лично встречался, беседовал, учился и учусь. И они герои моих фильмов «Танцы бесконечности», «Инструменты эволюции», «Тайна Карлса Кастанеда» и последнего фильма «Сад душ врата в внутреннюю вселенную», где я делюсь своим опытом познания того, как нам исцелить самые глубокие раны, которые мешают, препятствуют, тормозят нас на всех наших жизненных путях. И, конечно же, остается вопрос, вопрос всех вопросов. Почему же, несмотря на сокровенные страстные усилия, тысяч, а может быть сотен тысяч великих мастеров человечества, на их сокровенное желание помочь нам достичь высшей реализации, с нами этого почему-то не случилось? Что, в конце концов, нам мешает? Почему мир на грани острия, балансируя, схатывается в каос? Мы живем на грани катастрофы и всеобщего уничтожения. Что мешает нам? И я должен честно признаться, прежде всего анализируя себя и наблюдая за миром, за людьми, что, наверное, дело в том, что мы не до конца выучили великих историй прошлого. Мы не до конца понимаем, что вот те пути, которым мы пытаемся слепо следовать, копируя духовные великие пути прошлого, изучая буддизм, суфизм, ездя к шаманам, поднимаясь по лестнице Якова в православных монастырях, уезжая на Афон. Интересные оговорки. Но тоже, кстати, Эппл и передовые компании – это тоже инструмент эволюции, так что в этом глубокий смысл. Мы не понимаем, что наш мир до конца совсем другой, нежели мир Будды. Его ученики жили в деревнях. Они знали друг друга. А мы живем в мегаполисах, в мире совершенно других скоростей. Как здесь говорилось, для человека тысячу лет назад происходило, скажем, одно событие в день. А у нас тысяча новостей каждый час. И мы не можем с этим работать. Это совсем другой безумный мир. И как когда-то Владимир Ильич произнес известный слоган, помните, коммунизм – это есть советская власть, плюс электрификация всей страны, энергия, электрификация в каждый дом, дать энергию, которая будет дальше, двигать нашей жизнью, то мы могли бы подобный слоган сконструировать, сказав, что современность – это массовая культура плюс смартфонизация всего мира. А это значит, что созданы уже совсем другие препятствия, о которых не могли знать древние духовные традиции. Настолько далеко и глубоко никто не может знать будущее. Будущее – это проект. Будущее – это то, что мы все творим. Это то, что мы непрестанно изменяем. Впервые об этом додумался и я глубоко выразил Андрей Бергсон в своей знаменитой книжке. Творческая эволюция. У эволюции нет заранее поставленной цели, у эволюции нет никакой однозначной причины. Это проект, в котором мы все участвуем, и каждый шаг зависит от многих обстоятельств конкретных и от нас. И вот в этой ситуации, когда мы не до конца осознаем все, возникает феномен, который Мираб Константинович Мурдашвили очень емко обозначил слоганом «Всегда уже поздно». То есть всегда уже поздно развиваться, строить компании, менять будущее, потому что все, что мы делаем, находится уже в горизонте прежнего мира, прежних событий и в значительной степени не меняет, а упрачивает его. Все инструменты, все наши знания одновременно создают процесс торможения и невозможность развития. Вот примерно такое предварительное пространство для того, чтобы вот эту громадную тему просветления или высшего совершенства начать чувствовать и связывать с своей жизнью. Простая модель просветления, классического просветления, для того, чтобы, ну, немножко общее поле понятий на современном бизнес-языке. Если я воспринимаю мир только через призму или это, или то, или черный, или белый, или как в считалочке о выборе жениха любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, да, то в моем мире либо черное, либо белое. Ну, хорошо Высоцкий сказал там, да, есть и третий, и не друг, и не враг, а так. То есть есть что-то другое, но если у нас есть 50 оттенков любви в нас, и мы это знаем, мы это чувствуем, если в нас есть миллион оттенков отношений с людьми, да, всего спектра всех чувств, то если это есть в нас, то это мы видим и в мире, и в людях, и в отношениях, да, и поэтому просветление вот на этом математическом языке, это открытие источника, который бесконечен, который абсолютен, и непрестанный контакт с этим источником, который в духовных традициях называется Царствие Божие, внутри нас достигнув которого мы можем только, когда мы как дети, да, или природа Будды, сознание Христа, да, много слов об этом изначальном состоянии, рикпа в традиции дзукчен, но если мы открыли это, если мы в контакте с этим, то мы видим мир совсем в другом свете, как об этом красиво поместует дзенский Каан, до просветления пилю дрова, нашу воду, после просветления пилю дрова, нашу воду, что изменилось? Все! Да, изменилось все, изменились мы, изменились мир, изменился способ интерпретации, взаимодействия, потому что, как говорил Уильям Блейк, если бы врата восприятия были очищены, все предстало бы перед нами, как оно есть, бесконечным. Врата восприятия – это наши органы чувств, это наши понятия, концепции, теории, это вот все костыли, с помощью которых мы ходим в мире человеческом организованной реальности. Но если мы можем ходить без костылей, если мы можем танцевать в этой вселенной, кувыркаться, как дети, если мы летаем в этом мире и костыли нам не нужны, то мы видим мир, как он есть. Вот некоторая метафора, которая позволяет нам понять классическую метафору просветления. Об этом, кстати, я вот в фильм снял, фильм «Танец бесконечности», основа которого интервью с 34 мастерами. Человек 10, там, наверное, это просветленные мастера, включая мастера Дзукчен, Чогела, Набхайнарбу, Далай-Ламу, Мантакчи и ряд других мастеров из разных традиций, православной традиции, батюшка Леонтий, и традиции, скажем, западного христианства. Это мастера науки, великие мастера науки, и с ними тоже ряд диалогов, и мастера искусства. Много путей, истины, добры и красота. Вот эта троица, которая символизирует множество человеческих путей к совершенству. И в этом фильме я, надеюсь, передал значение того, что такое мастер в высоком булгаковском смысле слова, с большой буквы, то есть. Мастер – это человек, который открыл и знает свое изначально истинное состояние и живет в его свете на своем пути, героическом пути. И теперь я перейду уже к конкретике, к ошибкам, которые я совершил, и многие из нас совершают. Поэтому это не только мои, но и типичные ошибки современного человечества. И первую ошибку я обозначаю слоганом «Искаженный Восток». Это из книги протестантского теолога Харви Кокса. Она, к сожалению, не передана на русский язык, только реферат в «Инионе» в свое время был опубликован. И в этой книге Харви Кокс задается вопросом, почему великие духовные учения Востока, попав на западную почву, не работают, искажаются, а порой приводят к противоположным результатам. И ответ, которым он пришел, состоит в следующем. Для того, чтобы жить и распространяться в западном мире, устроенном по другим законам, нежели восточный мир, восточным учениям нужно принять форму товара, иначе они не смогут достичь своих потребителей. И вот в этом переделывании в товар изменяется сокровенная сущность йоги. Изначально йога становится аштангавиньяс или аингаром. И вот та восстановленная форма йоги, которая когда-то вернулась в Индию через Вивикананду, а он, в свою очередь, это воспринял и возродил через Рамакришну, она заглохла, и вот я исследовал специальный этот вопрос, на территории современной Индии одна единственная школа, бихарская школа йога, наиболее близка к аутентичной йоге мировых духовных традиций, традиции патанджали, традиции той же самой йоги индуизма. А развалины этой йоги каждый может увидеть. Я путешествовал тоже в тантрический центр, в тантрическую столицу, Каджураха в центральной Индии, и там до сих пор 25 тантрических храмов, в которых истинная практика йоги как практика энергии жизни. Все барельефы храмов – это объемная 3D-книга о том, как практиковать йогу в жизни. Йогу парикмахера, йогу пахаря, йогу семьянина, йогу духовного практика, йогу тантрического секса. Это, пожалуйста, сектор энергии, почему бы не воспользоваться им как инструментом эволюции. Но это только 10% барельеф. И вот на этом пути искаженного востока, вот, кстати, один из храмов Каджураха, и самое удивительное, это даже не внешние храмы Каджураха, когда мы входим внутрь, мы видим удивительные, совершенные статуи богов и богинь. И совершенство их тела – это просто внешний материальный знак их внутреннего совершенства и гармонии. А еще глубже – шива лингам, единение мужского и женского, энергии и структуры, бешеный танец – шивы на Тараджа. Вчера, кстати, по-моему, или позавчера был, 8 марта, да, вчера величайший тоже праздник шивы был. И весь интернет заполнен там как раз трансляциями с этого праздника. И вот это центральное место единения, оно и проливает свет на то место, которое йога, изначальная йога, занимает в духовных традициях. То есть это неразрывное от всех других упражнений, медитации, созерцания и знаний практика, единения и работы с энергией. И вот это и утрачивается, когда йога становится фитнесом, когда йога становится фэйшеном, когда йога становится, ну, просто одной из систем укрепления здоровьем. Итак, первое – это искаженный восток. Тот восток, который у нас – это не тот восток, который на самом деле есть. Вторая ошибка всех духовных, я считаю, искателей – это понимание просветления как главного и порой единственного пути к абсолюту. Да, просветление – это все. И я думаю, что это источник многих наших метаний, заблуждений, действий неправильных, потери сил энергии и так далее. Я сам много занимался вот этой игрой в просветление, будучи юным аспирантом Института философии, членом подпольного одновременно кружка Брежневской России. Мы встречались с мастерами в российском андеграунде подполья, которые, ну, считались просветленными или полупросветленными, искали абсолют. Мы верили, что духовные пути приведут нас к абсолюту. Мы, как я сейчас понимаю, были, ну, с одной стороны, романтиками, конечно же, а с другой стороны, глупцами, потому что мы не понимали сути. И я практиковал много лет то, что получил от Далай-Ламы и других великих буддийских училей от традиций Бедии Дандаровича Дандерона, великого буддийского мастера. Я лично знал всех его языков. То, что я читал из великих книг Мэрла Львольфа, Станислава Гроуфа, Джона Лили, Карлоса Кастанеда и так далее. Но все это не работало, потому что, считая духовный путь к абсолюту единственным и самым важным путем, я сам совершал свое оскопление, лишал себя источника контакта с землей, мира, энергии. Вот что делаем мы, работая этим духовным серпом. Мы, поступая так, мы не понимаем того, что пути к абсолюту неисповедимы, как и пути Господни, что существует ничем не ограниченное число путей к абсолюту на вершину Великой Горы. Третья ошибка, являющая вариантом второй ошибки, это дауншифтинг слепых романтиков. Об этом тоже уже говорилось, эта тема возникала о том, как бы повыгоднее обменять богатство на духовную реализацию. Продать все, уйти в Кералу, в монастырь, на Тибет, к этим великим духовным учителям. И я знаю лично людей, которые это делали, проходили даже трехгодичные ретриты в тибетской традиции, темные ретриты, и возвращались либо неизменившиеся, либо с потерями, с большими потерями, потому что бизнес уже ведут бывшие партнеры, жена уже живет с другим, дети отца не узнают, и здесь ты никому не нужен. Ты потратил свое время, потому что пошел не по тому пути. Просветление невозможно купить. Это не что-то, что можно достичь путем обмена и совершения дауншифтинга. Мы говорим про светление и имеем в виду любое высшее развитие, любой путь к абсолюту. Четвертая ошибка – это то, что я называю духовное помешательство, то есть вера, слепая вера, наивная в существовании единственно верных, самых быстрых духовных путей, связанных с какой-то особой, удивительной, уникальной традицией. Ну, я называю… Это вид духовного сектанства, конечно. Я называю таких людей ререхнувшимися, йогнутыми, графоманами, шри-махариш-двинутыми и так далее. То есть можно каждый на свой любой вкус, можно найти любые метафоры для того, чтобы это развить дальше, но суть здесь одна. Выбирая что-то одно, мы теряем все, потому что абсолют – это все. Абсолют, путь к абсолюту – это интегральный путь. Только тогда, когда все имеет значение, все имеет место, когда мы это знаем, мы идем своим путем, но мы знаем, мы идем своим путем, но это и путь выбирает нас, и это наше предназначение. В противном случае мы теряем контакт с абсолютом. Дух Божий, известно же, веет где хочет. Нельзя самому отдать свою свободу, потому что движение к Духу – один из критериев правильного пути – это свобода. Если мы идем по пути какого-то религиозного, например, движения, но мы обусловлены, на нас накладывается дисциплинарное требование, наверное, это не путь, не тот путь. И, по моему опыту семинаров, ретритов с великими учителями, там другая атмосфера. Там не только свободный вход и выход, но там движение, и на каждом этапе ты ощущаешь возрастание, в том числе и свободы, понимание и так далее. Поэтому великие духовные учителя и Далай-Ламай, и Чоги Алнабхайнар, я никогда не слышал от них какого бы то ни было осуждения каких бы то либо традиций или словославия и возвышения той традиции, которой они в основном принадлежат. То есть они всегда принимают все. И здесь вот эта диаграмма, моя тетралемма мировых религий, на которых я графически проиллюстрировал, почему это важно, почему даже если мы выбираем любую религию как свой главный духовный путь, монотеистическую религию, иудаизм, кабла, например, это все самое основное и главное, или мистическое христианство, или мистический ислам, суфизм, неважно, или индуизм, или даосизм, буддизм, что бы мы ни выбрали в качестве главного пути, одновременно начнет тормозить наше движение на этом пути, потому что это связано с утратой целого, это связано с забвением абсолюта. И на примере христианства это выражается вот этой триадой. То есть изначальное христианство, как обретение царствия Божьего, когда оно стало инструментом власти императора Константина в противодействии варварам, осаждающим Римскую империю, в 353 году оно стало государственной религией и одновременно инструментом власти и борьбы с варварами. И вот здесь единое за несколько десятков лет стало единственным. Разницу чувств. Единое, единственное, а потом единственно верным. Вот так появилось все неверное, все бесовское, все секты. То есть основа сектанства это абсолютный выбор, сделанный слеповерящими. Здесь вот панорама из моего большого курса, что такое просветление, 13 основных направлений. То есть духовный путь должен быть открытым, серединным путем, путем избегания крайностей. Только тогда, когда мы знаем центр, только тогда мы можем позволить себе любые крайности, быть дасистом, быть буддистом, быть мистическим, христианином или индуистом. И другая ошибка, уже пятая ошибка современных духовных искателей связана с тем, что мы не понимаем до конца, что современный мир, глобальный мир, это мир, созданный медиа. Медиа is the message, как говорил маршал Макклюин, великий теоретик массовой культуры. «Реальность – это то, что я вам показываю в качестве реального», мог бы сказать хозяин масс-медиа. «Мы, медиа творит нас и создает одновременно ситуацию, которую я называю медиарабством». Посмотрите, как легко управляются массы людей во всем мире с помощью масс-медиа. Любой, кто читает новости, знает, как это делается. Любой, кто работает с массовой культурой, знает механизмы этой работы. Ну и если брать пример Америки, три главные медиафабрики Соединенных Штатов – это Голливуд для всех, Диснейленд для детей и Лас-Вегас для взрослых. Они делают мир, они создают фундамент восприятия. Мы знаем, что в Лас-Вегасе начинаются туры мировых групп артистов, крупнейшие выставки технологические, электроники, машины и так далее. Вот откуда начинают твориться и задаваться смыслы. И эта ситуация, когда медиа стал инструментом власти, и мы стали, большинство из нас медиа, рабами, возникла сравнительно недавно. И это оборотная теневая сторона великих открытий Джосефа Кэмпела, связанных с путешествием героя и с тем, что в сердце нашей навигации по миру лежит миф, а именно мономиф о путешествии героя, о героической жизни. Конечно же, древним людям в дописьменное время это было главное, это было квинтэссенцией. Мифы были квинтэссенцией знания о жизни, о том, как жить и принимать решения. И именно это передавалось, и это записано и создает архетипическую преимущество, основу нашего подсознания. Но благодаря Джорджу Лукасу, который афанател после чтения книги Кэмпела и переделал сценарий «Звездных войн» в соответствии с ней, и это стало, после того, как фильм стал очень успешным, и это породило, в свою очередь, эру блокбастеров, и вот здесь началось формирование обратной стороны. Все хотели, как и Лукас, сделать успешный фильм. Успешный фильм – это тот, который одновременно является навигационной картой по жизни. И это структура, 7 архетипов, 17 стадий героического путешествия. И вот возникли многочисленные рецепты, как написать гениальный роман, как создать гениальную телепередачу, как создать самый продуктивный бизнес. И путешествие героя вошло во все сферы нашей жизни, одновременно порождая плоскую карту нашей жизни, потому что Кэмпелл говорил об архетипах, о подсознании, о мифах, о том, что для них было навигационным инструментом, а мы живем в современности, в другом мире, у нас есть другая реальность, и даже у древних шаманов было три мира. Мир нижний, мир предков, животных сил, мир средний, мир нашей жизни, мир верхний, мир духов и целителей. Три мира как минимум с древнейших времен, три мира ад, земля и рай в мировых религиях, три мира в современной психологии, подсознание, сознание, сверхсознание, три мира в наших жилищах, подвал, дом и чердак, если крышу сносит, мало не покажется. То есть это основа классификационных схем наших, она осталась, она имеет свою историю о реальности. И в узкопонятом, прагматично освоенном открытии Джосифа Кэмпела, Джордж Лукас пригласил его жить в своем Скайуокер-ранч в Голливуде, и Кэмпел был окружен продюсерами, актерами, режиссерами, и щедро делился своими знаниями. И вот возникла новая медиареальность. И через Лас-Вегас условно, через Голливуд, Болливуд, Сойс-Мульфильм, и все-все-все-все медийные центры мы стали приемниками продуктов этой медиареальности, изготовленной по рецепту Кэмпела. Но где же другая жизнь? Где же человеческая жизнь? Где же духовная жизнь? Я, как и многие, познакомившись с учением Кэмпела в 90-м году, стал применять это в своих семинарах, а потом наткнулся на радикальные противоречия, потому что я понял, что Кэмпел не работает. И вот тогда я вернулся к древним картам и стал развивать идеи о трех героических путешествиях. Мифическом карта Кэмпела, экзистенциальном карта мировой экзистенциального опыта литературы, и духовных, мировой и духовной традиции. И оказалось, что эти карты имеют совершенно разную структуру. Вот здесь, условно говоря, я восемь путешествий сделал. И вот три мифических путешествия. Да, у них разный смысл, разный результат, разная структура, энергия, разные первоисточники. То есть это действительно три путешествия, а не одно. Впоследствии, через много лет, у меня заняло это много лет, я развил идеи о шести главных видах человеческих или экзистенциальных путешествий. Вот здесь вкратце изложена структура. И о расширенной карте, уже не Кэмпеловской, расширенной карте мифических путешествий, которая стала уже составленной из архетипических путешествий и индивидуальных путешествий, и карты духовных путешествий. Вот какова оказалась реальная картина человеческой жизни. И поэтому единственный способ, я считаю, справиться с медиарабством, это самим начать познавать, какова реальность нашей жизни, самим начать вырабатывать во внутренней духовной, и гуманитарной аптеке антидот для этой травы, в которой мы все живем. И я просто с невероятной радостью познакомился с теми открытиями, тем движением, которое сейчас делает Сергей, то есть вот это великое героическое путешествие в деле, в бизнесе, в коучинге, в политике, в развитии. Вот этот героический квест, потому что нам нужны детальные, надежные, проверенные карты от ведущих экспертов по каждому измерению нашей жизни как героическому путешествию. Три минуты. Очень коротко тогда. Шестая ошибка – это несовременность понимания мира, в котором мы живем, то есть непонимание духа времени и так далее. И для того, чтобы карты были современными, нужна хорошая исследовательская работа, основанная на самых лучших исследованиях. Я двигаюсь тоже в этом направлении. Седьмая ошибка – это непонимание необходимости, как я говорю, радикальной очистки авгиевых конюшен бессознательного. Там столько ран, травм, проблем, которые созданы не нами, а всей человеческой жизнью. Но без исцеления этих ран и травм, без завершения несостоявшихся эволюционных переходов, мы не можем дальше развиваться. У нас гири на ногах, у нас заминированные поля в нашем подсознании. И, наверное, наибольший прорыв знания в этом направлении был сделан одним из моих великих наставников – Станиславом Грофом. Он показал, как нам исцелить самые глубокие раны. И я, продолжая это делать, здесь много лет и веду программу «Тренинг наследия Грофа» трехгодичную в России. То есть именно благодаря Грофу мы можем объединить матрицу знаний Кэмпла жизнь как героические путешествия, вся жизнь во всех измерениях, и Грофа. То есть архетип травмы рождения, четыре базовые перинатальные матрицы, как архетип – это одновременно суть всех конфликтов, суть всех переходов, суть экзаменов, суть творчества, суть всего. И только тогда, когда мы сами на практике прожили все энергии, архетипов базовых перинатальных матриц, полный спектр их смыслов, распрямили и стали все доступным, мы можем быть решателями проблем, мы можем адекватно помогать другим людям, мы можем быть осознанными во всех своих делах. Вот это карта Грофа, не буду сейчас времени нет объяснять. Ну и, наконец, восьмая ошибка – это отсутствие большой карты эволюционной территории. Я занимаюсь большой эволюционной картой много лет. У меня большой проект «Хомо реалитес», «Человек реальный», так называется мой сайт, где собрание моих курсов, программ, карт и так далее, фильмов на эту тему. И вот Кен Вилбер также по-своему говорил о пяти причинах непросветленности, связанных с поисками мировых духовных традиций. Здесь нет возможности конкретно на этом останавливаться. И у каждого из нас, помимо восьми причин, которые озвучил я, пяти причин, которые нашел Кен Вилбер, у каждого из нас есть индивидуальные причины, причины, почему мы еще не просветлены, связанные с незнанием себя, с нашими страхами, с нашим некритическим мышлением, прокрастинацией, кризисом средних лет, потерей смысла жизни и т.д. и т.п. Так что, я думаю, стало немножко ясно, почему мы еще не просветлены. И мы все вместе, как показывает эта конференция, двигаемся навстречу тому, чтобы этот мир стал наиболее совершенным миром. Мы боремся с вами за то, чтобы создать тот мир, в котором все, бизнес, политика, медицина, образование, стало инструментами человеческой эволюции, инструментами развития. Спасибо большое.